Ловцы слез в поисках правды. Уважаемые друзья, пожалуйста, подписываемся на канал, и поддержите, пожалуйста, канал лайком. Улавливание запахов, а не слез, давайте рассмотрим эту традицию. Рассмотрим статью в журнале «Древнее происхождение и реконструкция истории». Давайте разбираться, кто ловил слезы и с какой целью. Мы развенчаем миф о ловцах слез и найдем правду. Викторианцы Ев часто помнят за их одержимость смертью и скорбью. Викторианская эпоха – это слово, обычно используемое для описания людей, которые жили в период. В течение которого королева Виктория правила Великобритания с 1837 по 1901 год. Не слишком удивительно обнаружить, что у них были особые практики и даже специальные объекты, созданные для дальнейшего усиления их связи с умершими. Ловец слез – один из примеров траурной атрибутики, которая была особенно популярна в викторианский период. Но этот странный объект может иметь еще более древнее происхождение. Ловушка для слез, также известная как бутылка для слез или слезоотделитель, это бутылка из выдувного стекла, которая предположительно использовалась для сбора слез. Хотя утверждалось, что история ловцов слез восходит к древним временам. Не все в этом убеждены, и было высказано предположение, что вместо слез древние так называемые ловцы слез содержали другие виды жидкостей. Викторианская одержимость смертью и трауром. Викторианцы разработали свою собственную уникальную культуру и обычаи смерти, которые включали в себя такие практики, как ношение траурной одежды на всю оставшуюся жизнь после смерти любимого человека и изготовления личных сувениров умершего. Ловцы слез подпадают под категорию их траурных принадлежностей. В основном, ловушки для слез представляли собой маленькие бутылочки, изготовленные с использованием выдувного стекла. Стекло обычно было прозрачным, хотя, возможно, оно также было богато украшено узорами, позолотой эмалью. В самом простом случае плакальщики собирали пролитые слезы с помощью ловушки для слез. Одна из наиболее распространенных историй об использовании ловушки для слез в викторианские времена заключается в том, что, как только бутылка наполнялась, ее закрывали специальной пробкой, которая позволяла слезам испаряться. Когда все слезы в ловце слез испарятся, только тогда можно будет считать, что период траура закончился. Было высказано предположение, что ловцы слез использовались не только викторианцами, но и древними обществами. Утверждалось, например, что ловушки для слез использовались на древнем Ближнем Востоке. Сторонники этой точки зрения ссылаются на множество маленьких бутылочек, найденных в гробницах богатых, как на доказательство того, что в древние времена использовались ловцы слез. Говорят, что практика ловли слез также встречается в Библии. В Псалме 56-8 псалмопевец говорит. «Ты рассказываешь о моих странствиях, положи мои слезы в свою бутылку, разве они не с тобой?» Ловцы слез также, как утверждается, были найдены в греческих и римских гробницах. Чем больше собиралось слез, тем более уважаемым был этот человек. Ловцы слез, однако, ассоциировались не только с оплакиваем гибель людей. Во время гражданской войны в США жены солдат спасали свои слезы в ловушках для слез, пока их мужья сражались в отъезде. Собранные слезы должны были показать преданность женщины своему мужу. Если муж умирал, женщина окропляла слезами его могилу в первую годовщину его смерти, что означало окончание обычного траурного периода. Флаконы духов для ловли слез. Хотя стеклянные бутылки, найденные в древних гробницах, первоначально считались ловушками для слез, сегодня, похоже, это не так. В более поздние времена ученые придерживались мнения, что эти флаконы на самом деле использовались для хранения духов или мазей, которые, как считалось, были необходимы умершему для загробной жизни. То же самое было сказано и о ловцах слез викторианской эпохи. Было высказано предположение, что эти ловцы слез на самом деле были просто одноразовыми флаконами с духами, поскольку викторианцы ассоциировались в народном воображении со смертью. Людям не составило труда интерпретировать маленькие флакончики с духами как ловушки для слез. Сегодня многие сомневаются в достоверности существования викторианских или древних ловцов слез, и некоторые предполагают, что таких объектов вообще не существовало. Тем не менее, романтическая идея о том, что скорбящие будут хранить свои слезы в маленьких бутылочках, остается. Спасибо вам огромное за лайки и подписку, желаю вам удачи и здоровья, и приходите еще.